Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Священные отцы, братья и сестры, поздравляю вас с праздником памяти Святой Блаженной Матери Ксении, нашей святой, святой нашей петербургской земли, Ленинградской земли, что говорить о Ленинградской области, ну и, конечно, всей России, да и всего мира, потому что есть святые, которые носят названия вселенских святых. Ну, поистине, Блаженная Ксения, святой вселенского масштаба, почитание, потому что есть страны, в которых не знают каких-то прославленных русских святых, известных, но при этом знают Блаженную Матерь Ксению, Блаженную Матушку Матрону. Ну, еще вот почитает, например, в Греции очень почитает Лукова и Несенецкого, как-то вот особенно, почитает это уже святой нашего времени, XX века. Блаженная Ксения жила в конце XVII века, ее подвиг пришелся на это время, а представление ее было в начале XVIII века. Конечно, подвиг юродства сегодня вот раскрывалось, скажем так, проповедник раскрывал этот, скажем так, особенность этого подвига, потому что действительно юродивые – это не благочестивые просто миряне, не святые, праведные и не преподобные люди, люди, которые в монастырях подвязались, а это люди, которые… Это особый подвиг, на который способен не каждый, как один из юродивых христорадий Афанасий Андреевич Орловский говорил, когда у него спросили, а как духовное его чадо спросило, а как бы мне вот так же подвязаться тоже, хотел бы стать юродивым, как он. А он был когда-то гусаром, таким, значит, бравым, а потом вот, значит, стал юродивым. Там неведомые судьбы Божьи, почему и как это произошло. Так вот он ей сказал, для этого надо быть тузом, а ты шестерка. Ну, то есть в карты играли гусары. Вот он, так сказать, из этого образа взял. Действительно, не каждый это может, потому что нужно отречься от всего, в буквальном смысле. Даже от теплой одежды зимой, вот как блаженный Василий, да, знаете, босой полуголый ходил по Москве зимой и летом. Многие юродивые, благодать Божья их так согревала, что они, ну, как бы, понятно, они все равно временами чувствовали холод, но Господь давал им нести этот подвиг. Вот и так же, сатая Блаженная Мать Хсения, в обрывках, в обносках, уже камзол ее мужа, там, ее одежда уже вся истливала, она все равно несла этот подвиг многие годы, зимой и летом, терпя зной и стужу, терпя озлобление, терпя поношение и так далее. Потому что над такими людьми, которые, как бы, не в себе, да, а человек добровольно отрекается от нормального поведения, это не значит, что человек ненормальный, но он добровольно отвергается от нормального поведения. И, соответственно, становится юродивым, это значит, ну, безумный, сумасшедший, да, и человек ведет себя, как сумасшедший. И, соответственно, часто, особенно дети, люди неразумные, они сразу это видят, такое поведение-то нестандартное, и как-то вот стараются человека как-то обмануть, как-то, в смысле, как-то оскорбить, посмеяться над ним. Камни в нее кидали, но она как-то всегда безропотно все это дело терпела и молилась за всех. Но мне хотелось бы что сказать? Первое, что обращает внимание на себя. Ей было 27 лет, когда она приняла этот подвиг, совсем еще молодая женщина, да, совсем молодая. И так ее, так она глубоко понимала смысл человеческой жизни и смерти, что добровольно решила нести подвиг мужа за нее, потому что муж за него, потому что муж ее скончался внезапно. Мы просим у Господа, чтобы он сподобил нас кончины безболезненной, непостыдной и мирной. И ответа на страшном судище Христове Божьем доброго. Ответ может быть разным. А еще сказано, что всякие уста заградятся, потому что ни один человек, который хотя бы один день жил бы на земле, он не будет чистым. Таково наше естество. Оно все время тяготеет ко греху. Надежда наша только на милость Божию и на повседневное укорение себя. Но вот человек не успел ни поисповедоваться, ни причаститься к свистых христовых тайн. Так вот, внезапная кончина это для многих людей, восприятие многих людей есть нечто такое тревожно-неблагонадежное, скажем так, то есть для человека в будущности, если Господь не дал ему время на покаяние. Внезапная смерть. Сегодня очень часто мы встречаемся с этим, совершается очень много, например, дорожных происшествий, когда люди погибают, многие другие факторы внезапной смерти. А вот Игумен Никон Воробьев, такой знаменитый подвижник тоже, можно сказать, современности 20 века, говорил о том, что болезни, например, рак, с одной стороны, это ужасно, с одной стороны, многие люди страдают от этого, родственники наши некоторые и умирают, но здесь хотя бы есть надежда на покаяние. Болезнь безнадежна часто бывает, есть надежда на покаяние. Человек пересматривает свою жизнь, я сам свидетель, да и любой священник, который более-менее сколько-то служит, он встречался с тем, что люди, которые раньше не задумывались даже о Боге, когда заболевает вот этой страшной болезнью, которая съедает человека постепенно, он начинает думать, задумываться, он понимает, что дальше его вот эта земная жизнь не будет продолжаться, ну не будет продолжаться долго. И естественно, что он начинает думать, а что же дальше, а как дальше мне, где я буду, да? Человек должен задуматься, как Петр Мамонов, может, слышали тоже такой знаменитый человек уже, да, который недавно представился. Он говорил, что человек, каждый человек должен думать вот так, что я буду делать в пятницу, если умру в четверг? Ну, такой вот хороший вопрос можно себе задавать. Что я буду делать в пятницу, если умру в четверг? Где я буду? Что я буду делать? Каким я буду? Каким я предстану пред Богом? Вот об этом. Вот Ксения Блаженная, она очень хорошо это понимала. И она так любила свою... Вот настоящая любовь. Другая бы раз, и замуж вышла второй раз, и третий, и четвертый. Ну, не хочу никого осуждать, конечно, понятно. Ну, а вот она решила, все, я посвящу свою жизнь, теперь он не смог покаяться, да, а я вот буду за него. А вы знаете, что такое муж и жена, да? Это же одно естество, это же одна плоть. Муж и жена. Соответственно, она за него может. Все, и она несла этот подвиг. И стала великой святой. И верю, что по ее молитвам и муж вместе с ней, там, ее, Андрей Федорович. Так что вот первое, на что хотел обратить внимание. И второе, посмотрите, как она милостыню. Она не от всех брала милостыню. Не от всех. Она брала царя на коне. Знаете, да, царя на коне. То есть копеечку брала, маленькую, маленькую денежку. Брала от бедных. Вспомним евангельскую историю о лепте вдовы. Помните? Богатые клали много. Богатые клали от избытка своего. Это хорошо. Это замечательно. А вот вдова принесла все свое пропитание на этот день. Все. Вот она не ела. Что за все свое пропитание? Значит, в этот день она не будет есть. И она положила это в сокровище. Господь сказал, она больше всех положила. Больше всех. Это ее кровь, пот, это ее труды. И это ее питание дневное. Вот это она положила. Вот таков ее, таков был ее порыв. Все, что у нее было, отдать Господу. Вот так же и блаженная Ксения. Она ценила именно, как она сама делала, так она это ценила других людей. Бедные люди. Ну, копеечку давали бедные люди. Это тоже их кровь и пот. И тоже часто бывает такое, может быть, дневное их пропитание. Но вот эта милостыня была с большой радостью. Потому что она знала, что такое человеческие страдания, что такое нищета и нужда. Так что вот такое нам с вами поучение. Помнить о смерти и творить милостыню. Потому что милостыня очищает множество наших грехов. Дает возможность нам услышать наше сердце, которое укоряет нас в грехах наших. И дает еще радость того, что мы кому-то помогли. Потому что сам Господь сказал, что апостол Павел передает нам, что блажение давать, нежели принимать. Блажение. А что значит блажение? Блажение значит радостнее. Радостнее. Человек больше чувствует радости, когда дает, нежели чем принимает. Так что помоги нам, Господи. Пусть блаженная Матерь Ксении, как мы слышали в наших молитвах, чтобы она укрепляла нас, всех наших близких, чтобы мы старались жить духовной жизнью. Вот Святейший Патриарх на проповеди в честь новомучеников российских, говорит, что сегодня всему нашему народу нужна духовная мобилизация. Духовная мобилизация. Это очень важно. И все люди, которые еще не пришли к Богу, не пришли в Храмы Божьей, чтобы они проснулись, очнулись, что еще не крестился, чтобы был крещен. Потому что это очень важно сегодня. Потому что сегодня на фундаменте православия можно войти в, так сказать, снова вернуться к корням, которым является наша наша великая история, наш великий народ, наши великие благочестивые предки, наши святые. И те опоры на традиционные, как говорят в обществе, ценности, без которых невозможно, невозможно ни наша счастливая жизнь, ни будущее России. Помоги нам всем, Господи. Блаженная Матерь Ксения, моли Бога о нас. Аминь.